Приветствую вас, Аноним. Я, честно говоря, думаю, что ситуация здесь достаточно неоднозначная, потому что, во-первых, не совсем известна природа вашего состояния. Это может быть как физиологическое состояние, то, что вы ничего не хотите, так и психологическое состояние, то, что вы ничего не хотите. Но важно немножечко другое, что необходимо вам в любом случае пройти медицинское обследование для того, чтобы исключить физиологические причины вашего состояния. Потому что одно дело, если вы, допустим, ходите на работу через силу и, там, к примеру, не хотите больше заниматься тем, чем хотите, чем хотели раньше. Вот. И совсем другое дело, это то, что вам хочется просто лежать, смотреть фильмы и всё. То есть это всё-таки немножко разные вещи, как вы, я надеюсь, понимаете. Вот. Дальше. Как мне кажется, проблематика ваша заключается в том, что вы сейчас переживаете разрушение иллюзий. И проблематика ваша заключается в том, что вначале, видимо, у вас были достаточно серьезные ожидания. Вот. Потом вы, вероятнее всего, переживаете уход отца. Вас это, наверное, в какой-то степени травмирует, более травмирует, что он продвигает певицу. Вот. Дальше вас, вероятно, травмирует то, что ручится ваша карьера. Карьера на телевидении и так далее. Это тоже ожидание, это тоже идет ломка такая, достаточно серьезная. И следующий момент это то, что вы встречаете парня и хотите, собственно, выйти замуж. На данный момент замужность является основной вашей целью. И вот, что странно. Почему вы так хотите выйти замуж? Для чего вы хотели быть певицей, чтобы что? То есть, понимаете, у меня не придает ощущение, что вы хотите либо достичь какого-то состояния, своего рода нирваны, ага, ну, это условное, условное, такое условное состояние, да. Не надо думать, что я имею в виду то, что означает под собой нирваны, нет. У меня есть ощущение, что вы хотите достигнуть определенного состояния или хотите кому-то что-то доказать. Такое ощущение у меня возникло. Амбиции, безусловно, у вас присутствуют, но, понимаете, для амбиций нужны основания. У вас их, вероятно, недостаточно. Вот. И, по сути, такая вот произошла у вас ломка личностная, да. Вот. Но важно немножко другое. Важно немножко другое. Важно то, за счет чего ломка стала возможной. За счет чего ваша личность оказалась настолько негибкой, за счет чего ваша приспосабливаемость оказалась столь на низком уровне. Почему вы после, ну, по большому счету одной неудачи, вот такой большой, вы, по сути, сломались. Вот. Почему вы готовы пожертвовать своим интересам ради, значит, ради, ну, по сути, неуверенного в себе мужчины. Да, ради замудества. Что вам это замудество должно, по вашему мнению, дать? Вот. То есть вот эти моменты нужно, конечно, рассмотреть. Следующее, что важно, это то, вот вы говорите, что хотите, значит, ну, что хотите замуж, но мужчина у вас, вам кажется маленьким, вот, кажется, что он еще не подрослел, вот, не стал на ноги. И, наверное, тот вопрос, который меня интересует, это вопрос, почему вы считаете, что мужчина должен встать на ноги, а не вы? Почему вы, почему вы считаете, что мужчина должен обеспечивать вас, ну, как я понял, исходя из вашего, значит, ну, из вашего текста, я понял, что мужчина, вы считаете, что мужчина должен вас обеспечивать, вот. И это, конечно, тоже такой вот момент, то есть это какой-то такой вот, на мой взгляд, перекладывание ответственности, что ли, здесь вы, ну, вы делаете, вы перекладываете ответственность, как мне кажется. Вот. Вот. Это, тоже для вас не лучший вариант, не лучший вариант принципа построения отношений. Вот. Что касается, значит, чувств, ну, что касается вообще вот ваших, того, что вы ничего не хотите и того, как, собственно, понять, да, чего вы хотите. Ну, смотрите, в зависимости от того, какова природа ваших переживаний, да, в зависимости от того, какова природа ваших трудностей, грубо говоря. В зависимости от того, какие у вас основания для того, чтобы чувствовать вот все те проблемы, все те ощущения, которые вы чувствуете, то есть нежелание, нежелание чего-либо делать. Вот. Вот. В зависимости от этого уже можно, можно будет что-то говорить. Вот. Потому что, ааа, пока не ясна природа. Одно дело, если это, ааа, просто депрессивное, депрессивное, депрессивное состояние, это один момент, и с этим, ааа, можно работать, ааа, там, допустим, ну, в одном ключе, в одном направлении, да. Да, и совсем другое дело, если, ааа, если проблематика ваша, ааа, там, заключается в, ааа, других, более таких вот, ааа, серьезных вещах, ааа, более серьезных, аа, более серьезной проблематикой, понимаете. Вот. Ааа, поэтому, на мой взгляд, ааа, так вот однозначно, ааа, сказать нельзя. Ааа, вот, ааа, совершенно очевидно, что дело кроется, дело кроется здесь в том, ааа, как вы к себе относитесь, дело здесь кроется в том, что вы о себе думаете. Ааа, как они, ааа, собственно говоря, связаны с тем, ааа, как они связаны с тем, что вы делаете, да, как это связано с тем, что вы, допустим, там, ну, хотите и так далее. Вот. И уже, как-то вот это такая вот, на мой взгляд, функциональная история, в плане, в плане, в плане того, что именно от нее, от нее зависит, ааа, ну, по факту все остальное. Ааа, соответственно, из этого нужно, от этого нужно отталкиваться, как мне видится. Вот. Давайте теперь мы с вами, ааа, разберем ваш вопрос. Ааа, как понять, чего хочется в жизни? Ааа, понимаете, вот, ааа, вы говорите про определенный, ааа, определенный жизненный смысл. И, ааа, жизненный смысл человеком ищется достаточно долго. То есть, жизненный смысл может искаться человеком достаточно долгое время. Ааа, может быть, даже иногда всю жизнь, но у вас немножко другое. У вас немножко другое. Ааа, если помните, я спрашивал у вас о том, зачем вам становиться певица. То есть, вот, для чего вы хотели петь. Понимаете, какая штука. То есть, ааа, если вы, ааа, как бы, ну, хотели петь, допустим, то, наверное, вам, ааа, хотелось что-то сказать, я полагаю. Да, наверное, вам, ааа, хотелось что-то донести до, ааа, людей. Понимаете? И, соответственно, ааа, нужно понять, что именно. Вот. Поэтому, тут вот, ааа, такой, достаточно важный момент. То есть, чтобы определить для себя, ааа, чего вам хочется, нужно понять, что для вас важно. Вот. Понимаете? Да? Ааа, что я хочу сказать. Дальше. Чувство апатии. Все просто амбиции ушли в никуда. Ааа, ну, здесь я могу сказать вам, ааа, с уверенностью следующее. Что у апатии есть причины. Ааа, у апатии есть разные причины. В частности, например, апатия, это, ааа, подавление долгом. Апатия, это обесценивание, эээ, себя, обесценивание, скажем, скажем так, того, что, эээ, того, что вам нужно, нужно, того, что вам важно, того, что вам ценно. Ааа, соответственно, у апатии, как вы, наверное, уже догадались, есть, эээ, свои, ээ, причины. И, эээ, эти причины нужно отыскать, эээ, и проработать, что они перестали для вас быть, эээ, в какой-то степени актуальными. Чтобы они для вас, эээ, перестали быть, эээ, вот, эээ, системообразующими, да? Вот, чтобы вы не чувствовали, вот, эээ, ну, в какой-то степени, эээ, значит, эээ, влияние их на себя. Вот, это важно, тоже, достаточно важно, тому, как, эээ, ну, это, эээ, достаточно серьезно здесь. Дальше, эээ, все прошлые амбиции ушли в никуда. Ну, амбиции, это, вообще-то говоря, про, чеславие. Вот, не, не знаю, эээ, понравится ли вам или нет, то, что я скажу, скорее всего, нет, но амбиции, это больше про чеславие, где идет речь. Вот это не про, эээ, это не про, эээ, желание ваше, это не про потребности ваши, это не про, эээ, то, что вам важно, то есть, это не про цельности. Вот, амбиции, это больше про именно, вот, как раз, эээ, чеславие. То есть, что я, эээ, хочу сделать, что я хочу сделать, эээ, вот, чтобы там, допустим, эээ, быть, например, ке, ну, кем-то. Да, да, вот, что я хочу сделать, эээ, что я могу сделать, чтобы быть кем-то, ну, и так далее. То есть, эээ, вот, эээ, по факту, по факту, по факту, эээ, ситуация, она, получается, такая, вот, что амбиции здесь ваши, это вот, как раз, история про, эээ, может быть, про желание доказать кому-то что-то, про желание заявить о себе и так далее. То есть, это выглядит, пока что, как компенсация, эээ, чего-то, как компенсация какого-то противоречия, если угодно, вас, саму. Ну, не желание чего-то донести. Дальше. Всю жизнь я мечтала стать артисткой, решила это еще в глубоком детстве, с тех пор мои желания не менялись, до сегодняшнего дня. Ну, а на нем, эээ, справедливости ради, вы немножко здесь уходите в, ээ, тот самый, наверное, артистизм, потому что, эээ, ну, вы же понимаете, что, эээ, достаточно слабо, эээ, вероятно, да, что вот именно сегодня у вас, эээ, такое желание, ну, такое желание ищет. Вот, ну, то есть, ну, поймите правильно, эээ, возможно, да, какое-то время назад ваше, эээ, какое-то время назад ваше желание ушли в никуда, в этом я вам верю, но то, что вы говорите, что вот прям до сегодняшнего дня, оно это вот в какой-то степени отдает, эээ, простите, но, эээ, вот я бы сказал, эээ, так, таким, ээээ, артистизмом, вот, итак, всю жизнь я мечтала стать артисткой, зачем, зачем, постарайтесь выделить, вот, это ва-эээ, это важно очень, эээ, постарайтесь выделить, эээ, то, что именно вам нравится в нем, эээ, нравится в этом, эээ, ну, вот, в артистизме, что именно вам нравится в нем, что именно вам нравится в этом, постарайтесь выделить этот момент, постарайтесь его определить для себя, вот, это принципиально важная история, потому что, так, эээ, если вы, вот, ну, сможете, выделить данные аспекты, вам будет, конечно же, только легче все, вы, эээ, чувствуете себя потерянно и совершенно не просто так, потому что, эээ, какой-то вот, такой, эээ, скажем так, какой-то, эээ, парадигмы вас лишили и все, а, что делать дальше, вы не знаете, как приспособиться, эээ, как приспособиться, вы не знаете, вот, и это, на самом деле, тоже довольно такая, вот, серьезная проблема, слава. Дальше, эээ, значит, три, радуация, богатая семья, папа много чего обещал, и что вы думали, в мои четвертые лет он еще от нас с нами, к певице, и стал ее продвигать, но, эээ, здесь у вас, эээ, вполне вероятно, есть стабильная нация, как я уже говорил, здесь у вас есть, эээ, некие представления о мире, что вам должны помогать, хотя, сейчас вы, эээ, вроде как, говорите о том, что хотели бы от этого отойти, я вам верю, что вы хотите от этого отойти, но, эээ, на мой взгляд, это, эээ, ну, вот, эээ, сделать это, эээ, ну, не так, это просто сделать, как, эээ, как, как кажется, да, то есть, на мой взгляд, здесь, эээ, ну, если вы, эээ, привыкли, ээээ, значит, что вам папа что-то обещал, то, скорее всего, есть какое-то такое, эээ, ощущение, может быть, эээ, обиды на, на жизнь за то, что она сложилась именно так, тем более, что папа продвигал певицу, то есть, по сути, то, чего хотели вы, вот, и, эээ, при условии, если вы, эээ, никакой, эээ, вот, эээ, такой ценностный, эээ, наполнение, эээ, не вкладывали, эээ, в, эээ, желание быть певицей, если для вас это, вот, ээээ, только, ээээ, некая мечта, и всё, то вас это, действительно, могло подкостить, эээ, и, соответственно, что и, вот, произошло, по итогу. Дальше, эээ, в итоге, эээ, из меня ничего не вышло, когда я спросил, может попробуешь помочь теперь мне, а он намекнул, что в этой сфере мне ничего не выйдет, при этом, эээ, в занятиях вокалом не отказывал. Ну, здесь, не знаю, здесь у вас, эээ, как мне кажется, и борьба, есть, эээ, вот, ну, эээ, в какой-то степени, да, борьба за внимание, за внимание отца, здесь есть, наверное, элемент унижения, вот, здесь есть, наверное, ещё какой-то контекст, о котором вы не говорите, но он этот контекст присутствует, безусловно, вот. Так что, эээ, здесь довольно, эээ, скажем так, ээээ, серьёзно всё, эээ, в этом, эээ, плане, да, эээ, и, мне кажется, ээээ, мне кажется, ээээ, для, эээ, себя разобрать весь этот клубок, эээ, переживаний, да, вот, ээээ, вероятно, вас очень задело, задевало то, что родители вас не верили. В мои 17 лет, папа устроил меня работать на музыкальный канал, а затем я сама поднялась до корреспондента. И в 20, наверное, был замечательный год, меня повысили, мы быстро разрешили мне ввести, ээээ, свою большую программу. Я снялась в интересном шоу, дошла до финала картинга, самого популярного вокального конкурса в России. И в один момент все обрешивалось, шоу ничего не принесло, на канал пришло, но в руководство меня уволили, в конкурсе мне отказали. Понимаете, как? То есть я вам сейчас скажу, да, будет, наверное, немножечко не той их помощью, которую вы хотели бы, но, тем не менее, достаточно важным моментом, о котором я хотел бы, чтобы вы подумали. Если вы почитаете биографии людей, да, таких вот, ну, людей, которые чем-то запомнились миру, да, людям и так далее, то вы увидите, вы увидите, что один из основных моментов это то, что человек через неудачи, эээ, в буквальном смысле этого слова, эээ, выпистовывал, эээ, свой успех. Понимаете? Именно выпистовывал, так у него была идея, у человека была идея. У человека было, было такое, своего рода, послание общества, послание людям, ему было, что сказать, что вам сказать. Есть, кроме того, что вы хотите чего-то достичь, я не вижу. Семья разом сказала, спусти с небес на землю, это не твоё, ну, это рационализация. Я ей спустил, а почему? То есть, опять же, здесь какая-то вот невера в себя получилась. Если честно, после этого мне уж точно не хотелось в этой сфере работать. А после чего этого? Эээ, что случилось в таком? Знаете, то есть, ну, с точки зрения, эээ, того же бизнеса, например, не случилось ничего особенного. С точки зрения развития событий не произошло ничего глобально странного. Если вас это задело, это понятно, но это чисто ваша проблема, и вам нужно её решать. А если после этого вам не захотелось в этой сфере работать, то, может быть, это действительно не важно, потому что вы не готовы бороться, вы не готовы, эээ, вы не готовы, эээ, скажем так, отстаивать важность того, что вам хочется сказать. Вот. Важность того, что вам хочется донести. Вы отстаивать не готовы. Я не говорю, что вы обязаны это делать, но, в данном случае, эээ, факты, они, как бы, ну, говорят, наверное, сами за себя. Вот. И это неприятный, но важный момент, на который вам нужно обратить, на мой взгляд, самое пристальное в своём внимании. Дальше. Летом я встретила свою любовь к своему мужчине, с которым я счастлив. Опять же, объезд мужчины вы несчастливы. Его, эээ, его отец оказался известным родителем, но он предложил мне помочь. Конечно, уже мой парень сказал, что он так не сможет, что он служит в этом, эээ, нехорошим словом. Вы называете, что ему уже хватает его семьи, словно не сможет быть с такой девушкой. Как он сказал, делай абсолютно, что ты хочешь, только не пой, певица, никто это не воспринимает. Ну, а здесь я могу сказать только одно, что, эээ, и лично я, вот то, что вижу лично я, да, здесь, это запрет на успех. Это запрет на успех ваших родителей. Вот. В частности, может быть, эээ, как бы это, как бы это странно не звучало, в частности, может быть, запрет вашего отца. То есть, ну, не нужно, знаете, быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что ваш отец, он не особо в вас верит, да, и не особо хочет, чтобы вы, там, не знаю, чтобы вы чего-то добились, да, не нужно, вот, все, не нужно, вот, знаете ли, вот, семи пядей во лбу быть, чтобы это увидеть. Вот. И, эээ, как мне кажется, как, как мне кажется, это и есть основная проблема, что отец вам запрещает быть, эээ, успешным. Может быть, вы боитесь, что, если вы станете успешным, то больше не сможете на него полагаться, что он вас бросит и так далее. Вот. Может быть, это как-то связано с его, с вашей мамой, которой вы, эээ, ни слова, кстати, не сказали. Может быть, это связано с чем-то еще, с чем-то, о чем, я не знаю, но, эээ, здесь, ээ, случайно, очевидно, что-то такое есть. Потому что, эээ, случайно в жизни ничего не бывает. И то, что там происходит, это происходит, вот, ровно тут то, что вы сами, своими действиями создаёте, создаёте, вот. Хотя бы, вот, в том, как вы говорите, что своего мужчину, своего мужчину, да, то есть, вот, есть какое-то такое чувство, эээ, чувство собственничества у вас по отношению к нему. Я ради него выбросил эти мысли из головы. И максимум чего хочу, это уже просто, эээ, выйти замуж и выдохнуть. Эээ, что мне, что мешает вам выдохнуть, эээ, без замужа, опять же. Вопрос, эээ, почему вы не можете выдохнуть, эээ, почему вы не можете выдохнуть, эээ, без замужа? Вот, это, на мой взгляд, очень тоже такой важный момент, на который вам имеет смысл обратить своё внимание. То есть, что для вас, опять же, что для вас означает замужество? Что оно для вас значит? Почему вы так к нему тяготеете, если я правильно вас понял? Либо успех, либо замужество. То есть, между этими двумя вещами есть что-то общее. Но, но, успех не может быть связан с замужеством и всем профессиональной реализацией. Понимаете? Не может быть, но у вас это связано. Я хочу понять, чем это связано. Потому что вы, без малого, на одну, вот, ровно на одну чашу весов ставите такие вещи, как замужество и, эээ, может, успешность. Успешность карьер. А это так, ну, грубо говоря, не работают. Дальше. Следующее. С тех пор я профессор на связи био. Сейчас мне 23 года. Я заканчиваю магистратуру. Уча два года работаю, но на отвале за маленькую зарплату. Зачем работать туда? Хожу на работу через раз. Не занимаюсь спортом даже. Не занимаюсь дуре жизни. Страшно сейчас иногда смотреть фильмы. Ну, это депрессивное состояние. Действительно, я считаю, что мне не стоит идти в эту сферу. Тем более, когда вокруг много, еще вокруг. Тем более, когда вокруг много, много связей. Много тех, кто может помочь, но что-то не складывается. Почему вы считаете, что он у нас не помогает? Опять же. Чего я хочу? Ничего. У меня пропали все амбиции. Амбиции это не желание. Амбиции это тщеславие. Как я и сказал. Я мечтал быть известным и зарабатывать через те годы много денег. Но вот видите, это не цель. Это числа. Это не цель. Не смысл. Не ценность. Для чего вы хотите быть известным? Человек хочет быть известным, чтобы доказать, что он чего-то стоит, что он что-то значит. А откуда у вас сомнения в том, что вы что-то значите? Видите? Сейчас моя мысль только одна, чтобы себя прокормить, потому что летом я снижаю от бабы и буду самостоятельно жизненным. Наконец. Эмм. Ну, опять же. У вас из крайнести в крайне. Что вы хотите стать известным и зарабатывать много денег? Что вы хотите себя прокормить? Как-то вот посередине у вас не получается. Я придумывал много проектов за последние несколько лет и каждый бросал через месяц. Почему? Парня своего я люблю. Ну давайте рассмотрим это немножко подробнее, что вы вкладываете в любовь. Ну, еще будто маленький мальчик жениться хочет, но я считаю, что он не готов. Ему всего 22. Команд 23. Непонятно. По каким критериям вы здесь судите? Не знаю, как себя найти, так странно хотеть всегда в жизни только одного и стремиться, потому что вообще ничего не хотеть. Ну, я думаю, честно говоря, что вы и не хотели быть стремицей в том плане, вот именно в плане того, чтобы петь и что-то людям не хотеть. Честно понимаю, но, конечно, никто мне ничем в жизни не должен помогать, я должна сама за себя отвечать. Только вот я не знаю, с чего начать. Ну, с определения своих ценностей и разрешения своих внутренних конфликтов. То, чего я хотел всю жизнь, я уже, увы, не хочу. Да я и в принципе ничего не хочу, никак не хочу развиваться, ничего не интересно. Это депрессивное состояние, с ним вы не работаете, именно вот по нему я и рекомендовал вам медицинское обследование про их пройти. Хочу, чтобы мой парень сдал на ноги, мы поженились, но остальное все равно. Но здесь вы немножко себе противоречите, говорите, говорите сперва, что никто ничем не должен помогать, а тут же говорите про своего парня, что вот, хочу, чтобы он сдал на ноги и мы пусть поженились. Ну, это немножечко здесь у вас двойные стандарты, вы уж простите. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.